Как азербайджанское и реванское ханство стало Арменией? С момента полного покорения Южного Кавказа русскими, коренные народы этого стратегически важного и спорного между крупными державами региона подверглись неувиденным гонениям, дискриминации и геноциду со стороны новых захватчиков. Отчаянное сопротивление кавказских народов русским продолжался веками. Русские десятилетиями не могли полностью завладеть Кавказом. Неприступные горные склоны Северного Кавказа позволяли воинственным народам этого региона долгие годы противостоять русским войскам. На равнинной части Кавказа дело обстояло совсем иначе. Более крупные и богатые города Южного Кавказа в отличие от горских аулов севера, быстро пали один за другим. Захватив Шатифлис, Баку, Генджа, Кутысе и другие крупные города, армия Российской империи передвигались в направлении азербайджанской крепости Ириван. Город, построенный как крепость и военная база у подножия горы Агры, в то время был самым стратегически важным пунктом для русских. Ириван по своему географическому положению имел стратегическую важность, контролировал важные караванные пути из Турции, Сирии, Ирана, в Баку и Тифлис, так, как самый короткий путь из Анатолии, Ирака и Сирии, в Баку пролежал через Ириван. Параллельно с этим, самый короткий путь из Ирана в Тифлис тоже проходил через Ирван. До 1808 года первая попытка русских завладеть Ириваном не увенчалась успехом. 25 сентября 1808 года начался второй поход русских войск на Ириванское ханство. 27 сентября, захватив старый албанский монастырь в Учкелсе, теперешние Чмядзин, русские войска разбили лагерь в окрестностях Иривана. Но, и на этот раз русским войскам не удалось захватить Ириванскую крепость. Наконец, 15 сентября 1827 года русские войска, после длительной осады, захватили Сардарабадскую крепость. После этого, все силы русских войск под командованием Ивана Паскевича, были направлены на взятие Ириванской крепости. Гусейн Гулухан со своим братом Гассенханом, заранее предприняли серьезные меры по еще большему укреплению Ириванской крепости. Фортификационные сооружения вокруг крепости были усовершенствованы, все строение наружейной выстрела от крепостной стены были уничтожены. Глассис, пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости, которую возводили с целью улучшения условий обстрела впереди лежащей местности. Крепости, маскировки, и защиты укрепления, значительно возвышен, чтобы открыть эспланаду, широкое открытое пространство перед крепостью. Чтобы затруднить нападение на крепость, пространство перед ней оставляли открытым, вырубая все деревья, и запрещая строить дома, принадлежавший гарему сад. Крепост был вырублен до последнего дерева, чтобы можно было лучше наблюдать за окрестностями. На крепостных стенах было размещено 52 орудия. В крепость, из внешнего, наружного, города, и окрестных районов, было переселено 18 тысяч человек. Население крепости на несколько месяцев было обеспечено продовольствием. 1 октября 1827 года русские войска захватили юго-западную крепостную башню, а затем, сломав северные ворота, Шарванские ворота, вошли в город. После завоевания крепости генерал-адъютант Иван Паскевич в рапорте Николаю I писал, что флаг императора уже развивается над дереванской крепостью, ключи от этой прославленной крепости у него, а весь гарнизон взят в плен. В качестве трофеев были взяты 37 орудий, 2 гаубицы, 9 мортир, артиллерийское орудие с коротким стволом, до 50 фальконетов, артиллерийское орудие калибр 1.3 фунтов. В результате войн, которые на протяжении 23 лет, с перерывами, вели русские оккупационные войска, Ириванская крепость, называвшаяся неприступной крепостью, была захвачена. И это привело к тому, что все ханство северного Азербайджана попали под протекторат России. В захвате Ириванской крепости, армянское вероломство и предательство вновь сыграли важную роль. Представители малочисленной армянской общины Иривана, которая состояла из несколько сот человек, стали проводниками русских войск. Они также указывали им уязвимые места при обороне крепости, занимались шпионажем. За взятие Ириванской крепости Паскевич получил титул графа Ириванского и был награжден орденом святого Георгия второй степени. Высоких наград удостоились и другие генералы. Впоследствии была учреждена особая медаль за взятие Иривани. По повелению императора Николая I, за заслуги при взятии Ириванского ханства, местный армянский монах Нерсес, собрал армян. И убедил их в том, что единственный выход, для них это предать азербайджанцев, и вести подрывную деятельность в тылу Ириванского гарнизона. Впоследствии Нерсес, был назначен архиепископом, и все албанские церкви на территории ханства были переданы под его контроль. Он был награжден орденом святого Александра Невского. С этого момента начался процесс массового переселения армян из Турции, Сирии, и Ирана, на территории Южного Кавказа, в основном в Ириван, и его окрестности. Массовое истребление азербайджанцев, заставило представителей этой национальности, аборигенов Кавказа, истинных хозяев этих земель, постепенно переселиться во внутренние области Северного Азербайджана. Этот процесс продолжался вплоть до 1988 года, и за почти полтора века миллионы азербайджанцев были переселены из областей, граничивших с Турцией. Эти земли были заселены армянами, курдами, езидами, и малаканами. Прошло полтора века, и на Ириванской области Азербайджана, русские создали Армению. Этот исторический факт подтверждается документами, которые до сих пор хранятся в архивах России, под грифом «Секретно». Когда, после распада СССР, часть этих архивных материалов были рассекречены, с целью изучения исторических событий 17-19 веков на Кавказе, историки просто были шокированы перед масштабами фальсификации исторических фактов, с помощью которой советские историки состряпали вместе с армянскими священниками, так называемую историю Древней Армении, которая в той форме, как ее придумали армянские лжеисторики, в истории вообще не существовало. Редактор субтитров А.Семкин